конкретный такой пинок под задом и после всех этих действий как бы что тут происходит ну типа люди зашевелились и поэтому наши пацанки в том числе многие по заграницам ну слушай молодцы потому что многие не решаются многие атаки сидят в Украине там знаешь ждут лучших времен там и так далее синдром отложенной жизни скажем так некоторые берут просто свою жопу в руки начинают это делать вот Юлька сейчас в Черенец она в Германии Катюха Большакова тоже где-то Нидерланды ну то есть ну опять-таки вот сколько девчонок и сколько уже времени прошло и опять-таки я вас не не слышала не видела никаких там хреновых реально новостей что у вас там где-то сливах хотя у вас наверное и не было такой блогерской какой-то жизни деятельности и мы пытались у нас же был чатик типа не чатик белоснежки вот там где мы все сидели и ваши пацанки и наши пацанки да и мы там тоже это сидели до определенного момента почему до определенного я просто блин я слышала с этой чатиком ну потому что дальше началась начался срач начиная с февраля прошел вот были некрасивые поступки со стороны я даже не буду ладно не буду тыкать пальцем вот но со стороны и наших девочек я понимаю что конфликты вот эти вот все политические моменты это конечно да я не знала что и вы там тоже в этом чате а вот видишь меня никуда не зовут у нас уже там нет у меня там и не было потому что потом и будет такая фигня что ты в сливах еще где-то что-то ну смотри на всех я вот сейчас правда я не знала об этом я удивлена как тогда так получилось что ни один из ваших конфликтов то есть вы если хоть как-то но я так понимаю ты знакома с многими участницами российских пацанок конечно она аня горохова например она была у нас да я знаю и как-то ни в одном конфликте в соцсетях вы не фигурируете то есть я не видела что у вас какие-то но это правда круто вы не между собой между сезонов не конфликтовали я не слышала кстати ни разу от вас что вы там кричали там наш сезон там самый лучший и мы там первый ну то есть в этом плане вы как-то в конфликтах не замечены были это прям удивительно не знала что правда я сейчас удивлена по поводу была свежим мы мы не на эту тему вообще не будем затрагивать слушая еще такой вопрос у многих девчонок после проекта у нас по крайней мере насколько я знаю был такой момент то есть ты выходишь с проекта ты впадаешь в депрессию или же ты там держишься полгода а потом на одно такое на любое у тебя было такое да да что после первого что после четвертого сезона я выходила просто ну вроде бы ты прошел такой путь там да ты не знаешь что будет через пять минут там вот эта вот вся сказка тебе там не надо бороться за свою жизнь понимаешь а тут ты выходишь у тебя нет работы у тебя нет денег у тебя нет ни хера на тебя давит социум потому что от тебя ждут чего-то вот вот сказки тоже нет и тебе по большому счету никто не поможет кроме тебя и ты блин считай начинаешь новую жизнь чистого листа опять поиски работы чтоб хоть как-то там типа пытаться соответствовать уровне до которого ты дошла да соответствует тому что тебя ждут то есть это поиски жилья это какие-то переезды это просто сумасшедший поток всего что тебе нужно сделать и ну типа естественно ты выйдешь и ты будешь в шоке просто знаешь ребенок рождает он тоже орет и в махере вообще всего что несет ну смотри ты получается вот два раза была и два раза ты наступала на эти грабли так сказать а я не помню как мы это называем сказать что я жалею нет я наоборот очень рада что там типа я попала на такой проект что ну нам же реально помогли потому что на четвертый сезон я когда залетела я долбаная была нахрен у меня были проблемы после первого сезона я потела на всякие тысячи спа на скоростях была сейчас я если фильмах например даже вижу да там что-то употребляет ну вот в этом плане то я сразу вспоминаю те чувства когда но тут вот падает тут вот по горлу это жени и мне блевать хочется просто то есть мне сейчас даже не если кто-то предложит я плюну парю плюнусь берите пример господи дети мои берите пример с Настей я тоже осуждаю все эти простые существа я потом попорола зависимость наверное алкоголя потому что любитель была прийти вечерком там знаешь там бутылочку чего-то растянуть все дела вот и так начало происходить каждый день каждый вечер и когда мне уже говорят нас у тебя есть проблема я иду в отрицалово и когда мне говорят об этом каждый день я понимаю что может быть надо задуматься я решила дать себе там 3 недели без алкоголя за это время типа вырабатывается привычка так говорят вот и не просто так на пнд там на дурки тоже лежат 21 день да когда попадают алкоголики вот я думаю не буду пить 3 недели даю себе время там пройдет захочу выпить выпью проходит 3 недели там поначалу было сложно вот и через 3 недели такая ну что все можно выпить а потом такая ловлю сюда на мысли что че я зря блин не пила все это время и все я 9 месяцев вообще не прикасалась к алкоголю сейчас я там иногда могу бокальчик какой-то пропустить вина типа на мероприятии каком-то или на ужине и на этом все ну то есть ты сама пришла к тому что ты себя не вытягивали из этого тебя просто говорили то есть ты сама пришла к тому что тебя проблема то есть я сначала отрицала естественно кому хочется принимать тот факт например что ты блин какой-то алкоголик там или наркоман или еще что-то и все будут говорить да я легко откажусь да я легко сброшу точно так же как курить начать я в любое время могу бросить курить я блин уже 6 лет курю этот грёбаный айкос блин понимаешь и понимаешь что типа забери его у меня я тут пересопаю пол района ну а зависимости от айкоса мне кажется намного страшнее чем зависимости от сигаре типа я вот видела просто людей которые хотят курить да ну ходят курить хочу ну курить хочу а люди с айкосом если теряют айкос все нахер летит как будто следователь проходится где мой айкос стиков нет надо идти в действия не знаю в частности с этими стиками такая же у меня сейчас вообще такая фигня я приехала в украину а здесь нет стиков и айкосов которые есть уже в европе и я здесь не курю айкос чем я только не не задуваю не задуваю свои легкие эльф бары блин гло это вонючее нифига не помогает мне надо именно айкос понимаешь я хочу но я недавно только с алкоголем распрощалась моя нервная система этого не выдержит клиенты сколько хоро А ты работала с психологом? То есть после первого сезона с вами работал? До сих пор работаешь? С первого сезона до сих пор работаешь? Да, только психолог поменялся. Да, я с Наташей Борисовой еще периодически делаю сезоны, мы с ней разговариваю. Наташа Борисова, это кто? Это психолог нашего четвертого сезона. Не холоден? Нет. Нет, Борисова Наталья. Нет, я не знаю, что это, блин. Надо будет по сезону трейс, потому что... Ну да, в четвертом сезоне она была психологом. Классная она. Максимально классная. У меня сейчас все к ней ходят. Блин, ну просто с тем психологом, с которым ты работала вот в... Короче, после первого сезона ты работала с одним психологом, а потом как? После первого сезона я особо не работала. Меня же выперли на третьей неделе. После первого сезона? В первом сезоне меня выперли на третьей неделе. Я не то, что ничего не поняла. Я сейчас только проморгала вот так вот, да. Меня выперли на третьей неделе, третий получается. И я была под угрозой вылета, начиная с первого дня просто. Меня постоянно, типа, тыкали тем, что я слишком агрессивная, типа, все дела. Я же там тоже разваливала. И я после первого сезона не работала с психологом. Мой психолог был, это редактор, с которым я подружила. И вот с ней я постоянно еще там выливала, рассказывала, там и так далее. А после четвертого я именно, ну, работала. Ты готовность номер один. И ты сидишь пять часов, даже туалет не выпустят. Да, знаю. А в туалет с охраной. И вот так вот закрываешь, вы же не видели, что там на локации. Тоже, да, у вас такая? Конечно. Телефон отнимали, все, и... Ну, естественно. Ну, то есть ты же подписываешь контракт о неразглашении. То есть если у тебя есть телефон, даже банально твои близкие будут знать все, что происходит. У многих может хватить ума выставлять сториз какие-то. Это сливы. Ну, то есть нельзя, конечно, нельзя. Вот если бы люди поумнее были, понимаешь, может быть и не забирали бы. А так как у нас набирает порой таких вот... Ну, смотри, Настюх, у вас же тогда особо не Инстаграм, ничего, он не попопулярен. То есть все вас знают чисто по Ютубу и по новому каналу, правильно? Нет, Инстаграм был. Инстаграм был, да? А мы решили поехать в сауну, первую серию первого сезона смотрели. Я сижу уже такая нормально поддатая, типа у меня рядом еще мой 4С, айфон лежит. Ну, вот, первый. Мы смотрим телик, короче, и буквально заканчивая, даже серия не закончилась, что-то реклама, по-моему, была. Я к телефону, а он у меня выключился, он горячий, блядь. Он просто, ну, типа, он когда у меня остыл более или менее, я смотрю, а там уведомления, типа, подписано на вас, типа, и так далее. Просто не сосчитать. Там такой именно трэш творился. Я тебе передать не могу, у меня реально телефон выключился из-за перегрева. Он сел там, буквально я, он остыл, я выключила интернет. Я его просто положила, типа, на стол. И, ну, думаю, надо вызывать такси, типа, ехать домой. Я включаю интернет. Блядь, ну, 15 минут айфону опять жопа. И тогда я выключила уведомления, типа, поняла, от инстаграма. И они у меня по сей день выключены. Ну, до сих пор что-то пишут. Вот смотри, сколько же времени прошло. Ты там заходишь в запросы до сих пор. Пишут, там, посмотрел первый сезон ваш. Есть такое? У меня вот это вот соточки сверху светятся, поняла, уведомления. 100, 100, 100. Вот так вот. Вообще, блин, это... Короче, это походы на всю жизнь. Это реально походы на всю жизнь. То есть, ну, ладно, не знаю, у нас девочки первый сезон как-то российских пацанок. Он, ну, такой, уже все, он отошел. Вот сейчас восьмой сезон, и ты вообще ни за новостями, да, ни за чем не следишь? Нет, я же говорю, я могу там, типа, увидеть а-ля в ТикТоке, знаешь, какие-то там нарезки делают и так далее. Типа, рекомендации ты не выбираешь, они тебе попадаются, и, естественно, ты это смотришь. Ну, ты наш сезон, да, смотрела? Ваш, да. Мы там с Вадой именно сидели, топили до Талова вообще. А, как, ну, как вам вообще наш сезон? То есть, многие просто, ну, мнения разделяются. Сначала говорили, что наш сезон душный, скучный. Хотя мы же туда шли, правильно, не развлекать людей, то есть, не веселить. Ну, многие люди этого не понимают. Кому-то он понравился за шоу, ты что можешь сказать? Мне пиздец понравилось. Понравился? Ммм. Ваш сезон мне пиздец понравился. Вот то, что я сейчас вижу, что происходит, типа, в новом сезоне, этот восьмой, да? Типа, вот это, что кто-то там что-то слил, какие-то деньги вымогал, типа, еще какая-то хуйня. Думаю, блядь, ребята, вы что, серьезно? Ну, типа, как такое, в априори можно было допустить. Ну, мне даже... Тем более, типа, ты знаешь, мне еще нравится, когда говорят, вам там заплатили, у вас там, типа, по сценарию, там, и ты думаешь, блядь, да тут хочешь, не хочешь, такой сценарий не придумаешь, блин. Извини меня, пиздить просто человека, например, да, потому что сценарий, и потом человек в реанимацию уезжает, ну, как бы... Ну, да, да. Это серьезно. Так что, я не знаю, что там у вас произошло со съемочной группой, вот, но я так понимаю, что проект потихонечку превращается в шлаг. Ну, уже. Ну, типа, к сожалению, ну, к сожалению, уже там... Ну, это вот не то, что было, потому что у вас это было реально про изменение, где набрали девочек, так сказать, из окраины, и вот эти все этикеты, я говорю, фич, 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 ну, блин. Это было весело. Блядь. Да. Блин. Да много моментов было, со всего можно поорать, ну, типа... Знаешь, мне нравится, что сначала там вроде бы идет развлекательного характера вся эта история, вот, но потом все как-то переходит более на душевную историю. Сейчас я такого у вас не вижу. Смотри, у нас наоборот, у нас такие тоже эмоциональные качели, у нас сначала вообще идет в основном какой-то жесть, а потом под конец уже юмор. Или же наоборот, сначала юмор, потом жесть, там, психология, а потом снова юмор. Ну, то, чтобы под конец программы, как бы, у человека оставались, ну, относительно такие позитивные эмоции, ну, за исключением Кубина, конечно. Вот. Ну, есть у вас, конечно, там много кадров запоминающихся, особенно это Юлька, которая почерявая, полненькая. Поняла, я не помню, третий или четвертый сезон. Четвертый, который Амешко? Да, блядь. Юля Амешко, а гепард, это же самое быстрое животное, а я не знаю, с ним не бегала. Ну, типа, меня вообще разрывают такие моменты, понимаешь? Ну, Юлька, она реально талантливая, она огонь. Это стендапер, я тебе говорю, прирожденный стендапер. Просто ей задаешь тему, она тебе такая быстренькая для нас. Ну, реально, у меня никогда в жизни таких мыслей в голову не стремлюю, как у нее. Ебать, я сказала, что я с гепардом не бегала. Ну, ты знаешь. Или как она это, ночую по прописке у мамы. А Лиза Колтыгина, как тебе? Это, которая танцевала, белобрысая, да. Это балерина, крыма балерина. Да, 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 это, которая, типа, трезвая, так что, кошка? Я ее уже в банах. Ну, она, вообще, ну, она прям моя любовь. Лиза Колтыгина, вообще, это богиня. Да, да, не уматывая, конечно. А с пятого сезона с ваших пацанок ни с кем не общаетесь? Да. Ну, вообще, да. Просто там так получилось, что две мои подруги, девчонки-близняшки, вот, они залетели. Вот они мне как-то на вписке татуиров понабили. Вот, и я очень удивилась, что я увидела их в украинских пацанках, но они как-то так быстро залетели, незаметно вылетели, вот. Но у нас как будто бы сезоны, там, друг с другом как-то общаются, взаимодействуют. Там, срутся, не срутся, ну, у него, ну, все равно. А вы как-то не особо, да, вообще сейчас вот эти жители? Ну, я говорю, все выходят в проект. Ну, я думаю, рейтинги тоже упали. Рейтинги упали? Ну, не знаю, пятый сезон был вроде бы прикольный. Вот там Чича очень много, ну, в пятом сезоне, ты не смотрела, там Чича очень такая была активная девчонка. Не, пятый сезон я смотрела. Смотрела? Наш, да. Неважно. Ну, вот он был крайний. Я помню, я работала на складе, смотрела. В Новосибирске, там, с этими полетами возилась и смотрела украинский сезон, вообще. Да. А сейчас чем занимаешься, если вы, с тех лет? Ну, вообще, вот с первого сезона, чем ты там, где работала, чему увлекалась? Слушайте. Я знаю, там, курс. Ну, первый сезон рассказываю. Я была говорила, что я там телоохранителем работала. А, получается, у нас же была охрана на проекте. Да. Это ЦСБУ, Центральная служба безопасности управления. И, собственно, третья неделя у нас бунт. Я беру на себя двух охранников. И меня, как бы, увольняют с проекта, да, откинулось. И меня в эту, потом, в эту ЦСБУ, вот эта там где-то охранная фирма, меня туда взяли на работу. Да. То есть, я выйдя с проекта, мне уже легче было, потому что у меня была работа. Вот. Я там поработала-поработала, по итогу меня что-то... Ну, мы не сошлись в характерах. Я позвала на работу постоянно. И меня уволили. Удивили. Ну, знаешь, мы с чем-то похожи, меня тоже часто с работы вольняли. Это вот теперь. Вот. Потом, где я работала? Да, бог памяти. А, я, типа, пыталась еще абзац ввести на новом канале, пока его не закрыли. Потом... Шоу половинки, по-моему. Ну, да. Потом была одна нелегальная работа. Не буду рассказывать. Ну, да, я, Анастасия, сочетаем. Вот. Ксюха в момент, ну, типа, редактор знает. Вот. И потом я уже попала на четвертый сезон пацанок. Вышел этот сезон. Я тут еще чуть-чуть в Украине потусовалась, типа, и уехала. Ну, да, ты кусочек, смотришь, как... Сейчас, в данный момент снимаю фэшн-съемки, типа, фото, видео, монтаж, ретушь, типа, вот это вот. Сама снимаешь, то есть, как видеограф, вот это все, да, условно? Видео, фото, да. Круто. Именно. Нашла себя еще в поисках? Слушай, я понимаю, что мне надо больше развиваться в этом сезоне. То есть у меня есть еще такая фигня, как синдром самозванца. Я все время себя там где-то как-то не дала. А тебе говорит, допустим, наоборот, что, а вот Лиза говорила, какая там-то плохая. Не было у вас таких моментов? А-а, такого не было. Конечно, разговаривали там отдельно по каждой участнице, типа, но они никогда там не настраивали на то, чтобы там, я пошла, там, кому-то рожу разбила. Не было такого. Ну. Ну, а есть сезон. Первое сезоне было после моего ухода, была история, у нас же другие режиссеры-продюсеры были. Вот, они, конечно, воду мутили. Они мутили, потому что я ушла, типа, а до этого у нас была участница Тани Комарова-Гонтеля, которая. Она сказала, типа, если буду, типа, кого-то выгонять, я тут устала, я сдам свою брошь. Тут меня выгоняют, типа, тоже из-за провокации, кстати. Была провокация. Почему я на охрану и налетела. Вот. Да, короче, типа, они подходят к девкам, а вот помните, она говорила, давайте мы вам сейчас, типа, печенье поставим, а вы ее заместите толпой. Так и произошло. Ну, они ее обвиняли, что, типа, меня выгоняли, а она брошь не сдала свою. Хорошо, конечно. Передай Веронике привет. Вероника, привет! Всем привет, всем привет! Мы тут уже 45 минут сидим. Да. Ну вот. Мы как бы из одного говна вылезли. Вот так, да. Вот, так что, Лизок, будем на связи? С Нового года поговорим? Давай. Была рада тебя видеть. Взаименно, правда. Береги себя вообще. Береги себя и своих близких. Маме Екатерине огромное, огромное сердечко. Сэр Донько. Вот. Пожалуйста, вот я тебе еще кое-что попрошу. Покушай за меня свиточ. Свиточ или Раша? Свиточ или Раша, но покушай за меня. Потому что меня здесь, вот я не могу забрать, мне передали, чтобы ты понимала, из Казахстана. Сюда мне передали шоколадки. Эти шоколадки начали ходить по рукам, и я не могу уже месяц забрать свои шоколадки. Мне Катюха рассказывала, как ты провозила, обматывала себя. Это правда. Я обматывала себя шоколадками просто. Ну, да. Я сидела там с вот такими вот глазами, но все хорошо. Думаю, Риза, не подавай виду. Будет очень стыдно. Сижу вот так вот, чисто, как они называются, Джохили, да, обсуждаем вот эти все движения. Сижу обмотанно, взяв шоколадки, и думаю, а сейчас, если я буду таласскательную, или бы я...